Добрый день, дорогие друзья. Иммунитет. Тема этого небольшого видеорассуждения. И сейчас осень, и каждый человек нуждается в защите своего организма. И защита организма – это как раз и есть слово, которое означает иммунитет. Иммунитет – это невосприимчивость к заболеваниям. Но так как заболеваний очень много, и они делятся на духовные и физические, так как болезни атакуют каждого человека, потому что мы живем в социуме, мы общаемся с больными людьми, мы общаемся с больными животными, иногда и природа доставляет нам определенные, скажем так, воздействия негативного характера, то мы должны иметь защиту. И защита должна быть как духовной, так и физической. И наше тело, наш организм, он нуждается в защите. Если человек, выходя из дома, молится и говорит, Господи, защити, это духовная защита, это просьба о духовной защите. Но когда сам человек не закаляет, не тренирует, не создает защиты для своего тела, то это большой минус. Как же защищать наше тело? Наше тело периодически нуждается в перезарядке, смене, очищении. И лучше всего это делается за счет голода. Но не все люди имеют возможность получить информацию, а получив информацию, использовать голод для внутреннего очищения своего тела. Нет, это достаточно трудно, неприятно. И люди стараются к неприятному, к трудному реже прибегать. Иногда это бывает только уже вынужденно, когда даже врачи говорят, что вот голод наиболее полезный будет вам для внутреннего очищения и изменения в сторону улучшения вашего состояния здоровья. И только тогда люди начинают прибегать к таким родам мероприятиям. Но иммунитет, это целая иммунная система. Тинус, вилочковая железа, лимфоциты. Это очень сложно организованная защита организма. Она есть у каждого человека. Но в силу ослабления этой иммунной защиты организм терпит урон, поражение, когда его начинают в определенные моменты атаковать сразу с нескольких сторон. И тогда защита дает сбой, и наш организм теряет свое здоровье, свою защиту. Поэтому невосприимчивость болезней, это носит волнообразный характер. То наша иммунная система, благодаря нашим усилиям, возрастает, то мы теряем навыки и теряем направление защиты и заботы об иммунной системе, и иммунная система начинает уменьшаться. Закаливание, это очень важная составляющая. Посещение сауны, противоположность холоду, это жара, это также очень важно. Голод, правильное питание, хороший сон, отсутствие стрессов и страхов, это трудновыполнимая задача. Но когда у человека есть общение с Богом, с живым Богом, и Бог ему дает этой защиты духовной, тогда человек начинает возрастать духовно и защищается, да, и защищает свой дом, свое жилье, свою семью, своих детей. И это тоже происходит. Депрессии, инфекции, общение с криминальными людьми, это огромное влияние на разрушение иммунной системы человека. Неверный сон, неправильное питание, отсутствие фитнеса, проблемы в семье, духовные проблемы в семье, проблемы с друзьями, на работе, горе, неудачи, страхи, процессы старения, болезни, война, экология, разводы, зависть, неудачи, соблазны, это все имеет место быть. И ко всему, конечно, подготовиться очень тяжело, очень тяжело. Иногда человек ожидает защиты вот с этой стороны, да, а приходит нападение с другой стороны. Это тоже бывает, это тоже возможно. И Библия говорит нам о том, что постом и молитвой мы должны защищать себя, свой дом, своих близких. И пост и молитва – это как раз пост очищения изнутри нашего организма, а молитва – это поиски живого Бога и просьба о том, чтобы Бог защищал и оберегал нас и наших близких. Иммунитет – достаточно большая и сложная тема. И когда людей убеждают в том, что иммунитет можно повысить за счет простого приема каких-либо лекарств, биологических добавок или чудо какого-то, да, то это наивное, наивное. Очень часто в этом кроется обман, в этом кроется работа врага, который хочет убедить человека, что малыми затратами можно приобрести большое, что-то важное в жизни. Такого не бывает. За все надо расплачиваться, ко всему надо прилагать усилия, и усилия достаточно большими должны быть, когда человек хочет иметь хороший, сильный иммунитет. Подсуждайте об этом. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.